В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в программе. Совет дома как контролирующий орган. Реализация федерального закона продолжается. Более полусотни кандалакшан уйдут в армию. Осенний призыв в самом разгаре. Не было равных. Юные футболисты привезли победу с областного турнира. В 2011 году в жилищный кодекс были внесены поправки. Согласно им, в каждом многоквартирном доме должен быть создан совет дома. Его состав избирается самими собственниками жилья. В связи с этим городская управляющая компания проводит регулярные встречи с жильцами домов, находящихся в ведении этой организации. Активная работа с населением продолжается в рамках реализации поправок, внесенных в жилищный кодекс. Городская управляющая компания приглашает всех собственников жилья на встречи, задачей которых является создание совета многоквартирных домов. Буквально на днях руководство организации встретилось с жильцами дома номер 9 по улице Пронина. У нас на сегодня более 96 домов под управлением нашей компанией. И на сегодня уже более 40 домов мы избрали советы домов. И советы домов очень активно работают. Целью создания совета дома является наделение самих собственников жилья определенными полномочиями. Именно они будут решать и выбирать приоритетные направления работ управляющих компаний, контролировать, какие работы необходимо произвести в первую очередь, а также выполнять непосредственный контроль за качеством их исполнения. На сегодня очень активно, там, где созданы дома, эти советы домов участвуют. Они буквально принимают все работы, которые производит подрядная организация, с которыми управляющая компания заключает договор на выполнение этих работ. И управляющая компания не принимает эти работы, пока собственники, вот эти совет дома, то ли это председатели, то ли член совета не подпишут эти работы. Советы домов избираются из числа, проживающих в данном многоквартирном доме, по одному представителю от подъезда. Одним из наглядных примеров работы такого совета может служить дом номер 25 по улице Данилова. Жильцы активно подключились к реализации федерального закона и могут констатировать, что данная форма организации деятельности на самом деле играет важную роль. Надо следить за работой этих управляющих компаний, что делается в доме. Дело в том, что даются отчеты, люди не знают, что в доме делалось, что не делалось. А в советы домов люди будут входить более активные, которые знают, что в доме нужно сделать, представители этих домов. Они будут знать, что надо делать в доме и только по решению совета дома какие-то работы будут проводиться. Встречи с жильцами других многоквартирных домов, где пока не созданы подобные советы, городская управляющая компания планирует проводить постоянно. Главное, чтобы сами жильцы поняли, что именно в их интересах создание совета дома, который станет своего рода связующим звеном между собственниками жилья и управляющими компаниями. Осенняя призывная кампания 2012 в самом разгаре. Она началась, напомним, 1 октября, завершится 31 декабря. В связи с недобором военнослужащих весной нынешний сезон уже успел напугать некоторых молодых парней, из-за чего они подумали, как бы скрыться, почему не стоит уклоняться от службы и в чем особенность этого призыва, рассказали в местном военкомате. До Нового года отправить в армию из Кандалакшского и Полярнозоринского районов нужно 71 человека. В прошлом году по плану был заявлен 61 призывник. Как и прежде, Кандалакша норму выполняет. О недоборе речи не идет. И тем не менее, уклонисты были и остаются. В 2010-2011 годах за попытку обойти закон осудили десятерых. И ни одного оправдательного приговора не вынесли. Вообще позиции и области, и вообще государственная политика в этом вопросе, она уже сочетана. Мы сейчас особо не церемонимся. Так что по конкретным неявкам граждан направляются дела в следственный отдел наш городской для принятия уже решения о возбуждении уголовного дела и о привлечении к уголовной ответственности. Кроме того, в настоящее время на высшем государственном уровне рассматривается вопрос об увеличении срока прохождения службы. В Министерстве обороны считают, из-за сокращения пребывания в армии с двух до одного года появился серьезный недобор солдат. И этот факт необходимо исправлять. А потому не исключено, что уже следующая призывная кампания преподнесет не самый приятный сюрприз тем, кто не захотел отдать долг Родине сейчас. Ведь пока еще можно это сделать за 12 месяцев. Служба вооруженных сил все-таки является обязанностью, а не правом гражданина. И поэтому, поскольку мы живем в Российской Федерации, нужно исполнять свой кондиционный долг, как положено. Если человек болен, он, соответственно, служить не будет. Но для этого он должен пройти соответствующие мероприятия. Комиссию в нашем городе прошли 173 человека. 55 уже призваны в армию. Служить нашим ребятам предстоит в Ленинградской области, Московской, Вологодской, Псковской и в Мурманской, разумеется. 80 гражданам предоставлена отсрочка на время учебы. Еще пяти – по состоянию здоровья. Далее в нашей программе новости короткой строкой. 10 ноября около 4 часов утра у здания ресторана «Канда» произошла драка. В результате пострадали два жителя нашего города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что очевидцами преступления стали посетители заведения, которые после закрытия ресторана находились на его крыльце, а также рядом возле сквера. В связи с расследованием уголовного дела Кандалакшевская полиция просит все, кто обладает информацией по данному факту, обратиться в межмуниципальный отдел по телефону 9 33 19 9 45 45 или 02. Конфиденциальность гарантируется. В ноябре текущего года в Кандалакшевском районе было зарегистрировано 50 малышей. Это больше, чем в октябре. Всего за 11 месяцев 2012 на свет появилось 473 жителя нашего муниципалитета. Это значительно лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Радует и то, что показатель посмертности в сравнении с 2011 снизился. В ноябре вступать в брак пожелало меньше пар, чем в октябре, но и развестись поспешили немногие. А самые популярные имена среди родившихся в прошлом месяце – Александр, Андрей, Артем, Дарья, Мария и Анна. Сегодня начались состязательные мероприятия в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года». На первом этапе участники представили презентации на тему «Моё педагогическое кредо». Через неделю педагогам предстоит пройти самый сложный этап. Это будут открытые уроки, мероприятия и их анализ. Кроме того, учителя проведут импровизированные классные часы или родительские собрания. Завершится конкурс 18 декабря. Именно тогда участники, победители из каждой номинации, покажут мастер-классы. Первого декабря во Дворце спорта стартовал чемпионат города по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие шесть кандалакшских команд. Первый тур не принес неожиданных результатов. Лидеры показали уверенную игру. Итог встречи – «Динамо Локомотив» 1-14. «Металлург» выиграл «Динамо-2» со счетом 10-3. Сполохи обошли «Дюш» с таким же результатом. Следующий тур чемпионата по мини-футболу пройдет 15 декабря. В рамках Международного дня инвалидов Центр занятости населения организовал выставку-ярмарку. На ней были представлены работы различных организаций города и района. Это и коррекционная школа номер один, дом-интернат для престарелых и инвалидов, ассоциация мастеров ручного труда и многие другие. Подобная выставка-ярмарка прикладного творчества проходит в Центре занятости уже во второй раз. По словам сотрудников, в этом году свои работы представили семь социальных партнеров. На экспозиции был показан широкий спектр творческого мастерства. Это и вышивка, и макраме, лоскутное шитье и многое другое. Все сделано своими руками. Цель выставки – показать, насколько творческими и талантливыми могут быть люди, несмотря на определенные сложности здоровья. Хочется пожелать им удачи, удачи и удачи. Ну и показать как пример всем другим людям. И это не обязательно речь идет о людях с граничными возможностями физическими. Просто нам, обычным обывателям, показать, насколько можно творчески жить. Насколько талантливые люди в нашем городе. Посетители могли не только полюбоваться представленными экспонатами, но и приобрести наиболее понравившиеся. Ведь такая покупка станет хорошим подарком к приближающимся новогодним праздникам. Кандалакшская футбольная команда «Нива» вернулась на днях с очередного турнира. Состязания проходили в Мурманске с 29 по 30 ноября. В них приняли участие шесть футбольных команд из разных городов области. Но нашим спортсменам на соревнованиях не было равных. Тренировкам юные футболисты из команды «Нива» посвящают все свободное время. Шесть раз в неделю приходят во дворец спорта, чтобы отрабатывать передачи, удары, поддерживать физическую форму. Спортсмены знают, от этого зависят их результаты на всевозможных соревнованиях. За этот год Кандалакшская сборная уже не раз завоевывала первые места. На недавнем областном турнире по мини-футболу удача также не обошла ребят стороной. «Нива» одержала победу во всех матчах. «Было в турнире пять соперников. Три мурманские команды. Одна из Александровска и одна из Манчегорска. Не было ни одного поражения. Первый матч 4-1, второй 8-4. Ещё был матч с Манчегорском 8-4. Ещё матч 6-1 и последний финальный матч выиграли 2-1». Участие в подобных состязаниях – это большой игровой опыт как для команды, так и для тренера. Соперничество на турнирах позволяет по-настоящему разглядеть пробелы в подготовке и поработать над ними. Хотя нареканий к мальчишкам у тренера нет, игрой юных футболистов Михаил Лопатюк доволен. «Каждое соревнование для них – это как награда. Дали все силы и заняли первое место. Я считаю, на этом турнире конкурентов у нас не было. Вся команда сыграла очень хорошо. На что настраивали детей, в принципе, они так всё и сыграли. Ехали только за первое место». Несмотря на победу, команда не расслабляется. Впереди международный турнир по мини-футболу в рамках проекта «Коларктик Спорт». 8 и 9 декабря «Нива» будет принимать на своём поле команды из «Полярных Зорь» и «Кимиярви». А в начале следующего года «Кандалакшская сборная» примет участие в первенстве северо-запада по мини-футболу. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в городе и по району ожидается переменная облачность. Ветер северный, северо-западный – до 4 метров в секунду. Температура воздуха понизится до минус 15-19 градусов при прояснениях до минус 24. Днём синоптики обещают преимущественно облачную погоду, временами, возможно, небольшой снег. Ветер северо-западный – слабый. Температура воздуха – от минус 10 до минус 17 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти. 5 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк. Пункты выдачи кредитов. Город Кандалакша, улица Пронина, 24. Город Полярная Зорь, улица Ломановсова, 3. Восточный экспресс-банк. Банк, который рядом. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин